Всего 30 лет тому назад никто не мог себе представить подобные чудо техники. Времена изменились, и сегодня, наоборот, трудно представить себе современный дом или офис без этих революционных приспособлений. На сборку компьютера уходит примерно 90 минут. Сначала жесткий диск. Считывающая головка распознает информацию. Это необыкновенно точный прибор. Расстояние между головкой и жестким диском тоньше волоса. Жесткий диск устанавливается в системный блок. Существует еще два устройства, хранящие информацию. Съемное устройство чтения дискет и лазерный дисковод, позволяющий выполнять операции с программами, записанными на компакт-дисках. Оба устройства помещаются в системный блок. В задней части блока располагается материнская плата. К этой плате подключаются необходимые устройства. Кулер охлаждает нагревающуюся во время работы плату. К материнской плате подключаются звуковые карты. Далее мы видим по порядку аудиовход, аудиовыход и гнездо для микрофона. Предохранительные кольца защищают видеокарту во время транспортировки. Ну а это устройство измеряет температуру нагрева процессора и материнской платы. Процессор — это мозг системы. Он интерпретирует, рассчитывает и выполняет инструкции, которые дает пользователь. Процессор покоится на небольшой панели. Кулер охлаждает его во время работы. Его эффективность зависит от материала. Проводящий материал обеспечивает лучшее охлаждение. Ячейки оперативной памяти хранят временную информацию, которая удаляется, когда отключается электропитание. Эта память действует гораздо быстрее, чем память жесткого диска или дисковода. Компоненты помещаются в системный блок, защищающий внутренние элементы от внешних воздействий. На данном этапе идет установка компонентов. К материнской плате подключаются соединительные разъемы блока, такие как светоиндикаторы. Это выход для видеокарты, соединяющей компьютер с монитором. Ну а это видеочип. Создающий двухмерные и трехмерные изображения. Это видеопамять. Чем мощнее видеопамять, тем лучше изображение на мониторе. Видеокарта устанавливается в соответствующий разъем. Этот модем позволяет соединить два компьютера по сети. Его компоненты производят идеально чистый телефонный сигнал, обеспечивающий коммуникацию. Данные чипа контролируют информацию, циркулирующую между двумя компьютерами. Затем устанавливается факс-модем. Устройство питания трансформирует электричество в соответствии с величиной напряжения для каждого устройства. Подключаются внутренние кабели, по которым передается информация между устройствами и материнской платой. Кабель IDE подключается к лазерному дисководу. Оставшиеся компоненты системы соединяются электрическими проводами. Сборка 30 компонентов компьютера закончена. Перед тем, как закрыть системный блок, каждое устройство тестирует на исправное функционирование. После этого корпус закрывается и отправляется на упаковку. Эта компания производит около 300 компьютеров ежедневно.